Транзакции. Любая современная работа с базами данных не обходится без транзакций. Ежесекундно выполняются в мере миллионы транзакций. Что же это такое? Как оно работает? И зачем нам это нужно? Это все, в общем-то, просто, но технические реализации очень разные. В транзакциях реализуются принципы ACID. Первый принцип — это атомарность. Это значит, что все изменения фиксируются, коммитуются, либо откатываются на исходное состояние. Rollback. Транзакции, второе, consistency, не нарушают согласованность данных. Это значит, что база данных переходит из одного корректного состояния в другое корректное состояние. То есть, учитывая все триггеры, ограничения и прочее. Изоляция. Все работающие одновременно транзакции не зависят друг от друга. То есть, одновременно действия, например, с одним и тем же счетом, выполнить, например, невозможно. Ну, это была бы такая возможность, например, если вы две карточки, у вас есть две карточки, на один счет, связывающий вас с одним счетом, в одновременно разных банкоматах пытаетесь выполнить действия по снятию или переводу одной и той же суммы денег. Ну, в идеале для пользователя, недобросовестного пользователя, было бы хорошо, чтобы деньги снялись только вот один раз, а перевелись дважды, например. Вот это, изоляция транзакции, этого не должна допускать. То есть, результат параллельного исполнения действий должен быть равен результату их последовательного выполнения действий. Ну, и последнее, durability, самое простое. Если транзакция завершена, или по завершении транзакции, данные должны сохраняться. И никакое внешнее событие не должно привести к их потере или нарушению. Значит, у разных СУБД, у разных производителей СУБД свои собственные решения, поддерживающие распределенные транзакции. То есть, распределенные транзакции, когда в ней участвует более одной СУБД. Простейший же вариант, когда все транзакции производятся на одной СУБД, мы, в общем-то, сейчас можем с вами рассмотреть. Пусть у нас есть некоторый connection, проинициализирован. Отключаем автокоммит. Опять же, напоминаю, по умолчанию любое действие, update, delete, insert, коммитается в Java автоматически. То есть, по умолчанию на connection состоит set, автокоммит, который нужно отключить, чтобы выполнить транзакцию. Получаем statement, выполняем один запрос, выполняем второй запрос. Коммитаем. То есть, если все хорошо, не произошло exception, происходит commit. То есть, все изменения фиксируются. Если же произошло в процессе исключения, как правило, или здесь, или здесь, то выполняется rollback. То есть, откат базы данных на исходное состояние. Далее, что нужно сделать? Ну, понятно, закрыт statement и в connection, прежде чем его закрывать, либо возвращать, например, в пул соединений, его следует перевести состояние автокоммит true. Потому что, если, например, connection возвращается в пул соединений с незакрытым, невключенным автокоммитом, то, например, этот connection может попасть пользователю, у которого какое-то единичное действие, не являющееся транзакцией. И у него это действие закоммитено не будет. То есть, вроде бы у вас все работает, эксепшенов нет, но результаты действия не сохраняются. Это достаточно. Причем, не сохраняется, знаете, один пул соединений, например, у вас там величина 16-30. Вы это повторяете действие несколько раз. То есть, может один раз сработать, или пять раз сработать, один раз не сработает. Попробуй найди эту ошибку, где и почему она произошла. Так что, поэтому с отключениями, включениями автокоммита, тут лучше перестраховаться, чем где-то прозевать. Ну и понятно, транзакции важны. В общем-то, вы, конечно, хотите, если, например, вы снимаете деньги со своего счета, и переводите деньги на счет, например, на счет мобильной компании, конечно, вы хотите, чтобы действие было выполнено. И так, что с вашего счета сняли деньги, а на счет мобильной компании они не поступили. И деньги где-то растворились в пустоте. Вот транзакция такие ситуации предотвращает.